Керченский мост – это незаконное сооружение, которое нужно демонтировать. Об этом Украина заявила в арбитражном трибунале в Гааге. Там начались слушания по делу о правах Украины как прибережного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Дело касается нарушения России основополагающих принципов морского права. Право на транзитный проход, свободы судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и подводного культурного наследия. Работа делегации Украины в Гааге в течение следующих двух недель должна восстановить справедливость для нашего государства и нашего народа в области морского права. Из сообщения Министерства иностранных дел Украины на сайте ведомства. Россия незаконно построила мост через Керченский пролив, напомнил агент Украины в Международном суде ООН Антон Кореневич. Из-за того, что он построен низко, некоторые суда не могут проходить через пролив. Желая завладеть Азовским морем и Керченским проливом, Россия построила большие ворота у их входа, чтобы ограничить международное судоходство, пропуская в основном свои небольшие речные суда. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как частью империи 21 века. Мост незаконный и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, что был до начала этого незаконного препятствия судоходству. Антон Кореневич, агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Украины во вступительном слове на арбитражном трибунале. Сегодня Керченский мост нуждается в ремонте, говорит спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Подтверждают это и крымские партизаны. 8 сентября движение «Атэш» сообщило, что на мосту происходит деформация конструкций. Отдельные его части осыпаются. Все потому, что после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне используют Керченский мост для переброски оружия и военной техники. Везут много и часто из-за отсутствия альтернативных маршрутов. Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают, непонятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них большого нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым, пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать. Дмитрий Плетенчук. Спикер военно-морских сил Украины. Украина инициировала арбитражное разбирательство с Россией в вопросе суверенных прав вводах вокруг временно оккупированного Крыма еще в 2016 году. Киев стремится доказать, что Москва нарушила права и интересы Украины, гарантированная Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и требует от России компенсации. Слушания пройдут в закрытом режиме и завершатся 5 октября 2024 года. Перед этим Украина и Россия вновь публично выступят, уже с заключительными заявлениями. Когда именно суд вынесет решение по этому делу, пока неизвестно.